Январь в Самаре стал по-настоящему снежным месяцем. С начала 24-го года осадков выпало более чем в полтора раза выше месячной нормы. Но последние дни были почти бесснежными, поэтому службы благоустройства смогли сосредоточить основные силы на вывозе снега с улиц. Минувшей ночью, чтобы не создавать днем помех для движения транспорта как общественного, так и личного, задействовали 51 погрузчик и 109 самосвалов повышенной грузоподъемности. Каждая машина может увезти от 8 до 12 тонн снега. В целом за прошедшие дневную и ночную смены на всех территориях города трудились 3405 уборщиков, вывели 571 единицу техники. Только за первые двое суток текущей недели подрядчики вывезли почти 18 тысяч тонн снега, обеспечив самые значительные суточные показатели за этот сезон. Работы в городе совершают поэтапно. На некоторых улицах есть знаки, которые запрещают остановку и стоянку, например, в определенный будний день с полуночи до 7 утра. Это значит, что здесь именно в этот период и проводят полную очистку участка. Нередко комплексные уборки мешают припаркованные автомобили. Заставленные машины, они приводят к тому, что под ними образуется уже снег, слеживается, леденеет и отрывать уже корку льда от проезжей части и рыхлый снег, это разница большая. Комментация одна – это обращать внимание на требования дорожных знаков и не игнорировать их. Чтобы службы благоустройства могли качественно выполнять свою работу, им помогают сотрудники ГИБДД, прокуратуры и службы эвакуации. Они регулярно проводят инспекцию улиц, оценивают состояние, выявляют автомобили, которые оставлены вдоль дорог с нарушением правил дорожного движения. В этой связи мы и организовали проведение оперативного совещания с участием в Департаменте городского хозяйства, ОГИБДД, подрядных организаций для того, чтобы как раз организовать эту работу, скоординировать нашу общую деятельность, так как цель у нас одна – это нормативное состояние уличной дорожной сети в зимнее время. Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары дополнительно проработал механизмы взаимодействия со всеми службами. После того, как служба эвакуации освобождает крайнюю правую полосу той или иной дороги от транспорта, припаркованного с нарушением, за дело беспрепятственно берутся подрядчики, обслуживающие уличнодорожную сеть. Таким образом, тяжелая техника и средства малой механизации не простаивают и могут расчищать дороги по всей ширине проезжей части. Самарские водители такой подход поддерживают, поскольку им хочется ездить по очищенным улицам и парковаться в разрешенные дни не в сугробах, а на аккуратной дороге. Знаки висят, закон должен соблюдаться, машины должны убираться, как в конце концов дорожным службам снег-то убирать. Неотложные меры, принимаемые для оперативной очистки улиц Самары, уже повлияли на результативность самых актуальных сезонных работ по содержанию территорий. Всего за прошедшую ночь было эвакуировано 20 машин, которые были оставлены с нарушением правил дорожного движения. На многих участках нарушителей не было. Широкое информирование также дает результаты. Напомним, в городе 91 участок, где запрещающие знаки действуют либо непрерывно, либо по четным и нечетным датам, либо по определенным дням недели и в определенные часы. Весь зимний сезон уборка на уличной дорожной сети будет вестись согласно алгоритму взаимодействия профильных служб и правоохранительных органов. Андрей Горгулинко, Константин Головин. События.